сегодня мы поговорим с вами о продвинутых методах анализа данных в интерфейсе с компьютером но естественно только паре аспектов которые мы успеем покрыть и никита насколько я знаю он вам уже провел семинар в котором он часть из этих методов показал но я думаю что учитывая как все организовано было из-за того что я вынужден был пропустить одну лекцию лучше наверное после этой лекции еще раз посмотреть семинар никиты последний вот но мы посмотрим сегодня на использование компактных ствердочных нервных сетей для построения интерпретируемых интерфейсов москомпьютер и как правильно интерпретировать веса тут такое довольно фундаментальные вещи я пытаюсь вам рассказать которые очень многие почему-то упускают из виду и из-за этого получаются всякие интересные результаты которые оказывается сложно понять и вот я надеюсь что если вам расскажу эту штуку то вам будет полегче вот дальше есть такое направление связанные с использованием ковариационных матриц данных для в качестве признаков вот даже существуют нейронные сети которые работают с этим ковариационным матрицам не нарушая их ковариационную структуру там есть определенные математические требования которые к ним применимы то есть свойства их да там положительная определенность например вот и вот эти вот матрицы они живут на так называемом риммановом многообразии матриц положительных определенных матриц вот и когда мы с этими объектами работаем с этими матрицами с ними нужно нужно учитывать обязательно то свойство этого многообразия на котором они живут вот я вам немножко расскажу пару методов которые используют вот эти вот свойства вот частности простые вещи связанные с построением классификаторов и вторые вторая вещь это связанная с может называть domain adaptation в общем то как можно записать данные от одного испытуемого и потом два другого испытуемого третьего и так далее а потом их собрать вместе правильно грамотно и все используют для обучения вот то что я буду рассказывать она на самом деле применимо ко всем трем типам нейроинтерфейсов которых мы разговаривали да мне больше всего нравится эти видео моторные но не обязательно совершенно вот все опять таки мы к этой схеме уже эту схему рассматривали все крутится вокруг вот такой вот все равно схема то есть это на самом деле модель которая справедлива не только для задач связанных с построением интерфейсов мозга компьютер но и для задач связанных просто с картированием функции мозга как правило не инвазивной или даже инвазивной если речь идет об использовании сеток электродов то есть непосредственно запись отделе активности отдельных нейронов а сеток электродов так что вот электрод каждый собирает на себя активность какой-то области коры то есть это не то что там один нейрон а какая-то большая довольно популяция нейронов формирует некий суммарный локальный локальный уже не столько локальный потенциал поля который регистрируется потом вот этим вот электродом и каждого потенциал поля который регистрируется электродом это есть смесь результатов активности каждого из там предположим нейронов или там маленьких субпопуляций вот и поэтому для того чтобы это вот дальше понимать все эти методы нужно вот эту модельку осознать вот Моделька состоит из такого довольно, можно сказать, смелого предположения, что активность некоторой популяции нейронов, которая обозначена в группе КГ, связана с неким изучаемым поведенческим феноменом. В данной ситуации это движение пальца, или там, можно, связки, управление связками голосовыми, или там еще чем-то, неважно. Важно, какой-то процесс принятия решения какие-то, программируют, да все что угодно. То есть любой поведенческий феномен объясняется активностью некоторой популяции нейронов, которая как-то между собой очень сложная. То есть, опять-таки, вот эта голова, которая настраивается, в данной ситуации наш фильтр, наша нейронная сеть, она будет настраиваться на текущую популяцию, но с учетом пространственной структуры помехи. То есть, ее направление, если мы просто посмотрим на этот вектор ее направления, то есть, в акустической аналогии, то это направление не будет равно направлением на целевую популяцию. Оно будет модифицировано с учетом того, что происходит в пространстве. И мы можем эту штуку раскрутить назад, то есть, зная пространственную корреляционную матрицу входных данных. Но из-за того, что у нас эта обработка, она происходит вместе с пространственной обработкой и частотной обработкой, то, как я вам сказал, частотный фильтр, в общем, математически ничем не отличается от пространственного фильтра, то у нас такая настройка, отстройка от помехи будет происходить и в пространстве, и во времени одновременно. То есть, мы будем искать и такой частотный диапазон, в котором нет помехи, Так будем отворачиваться. И вот это все нужно учитывать. Я сейчас вам попытаюсь рассказать, как это делать. Но пока два таких простых примера. Значит, первый простой пример. Если ваш сигнал на сенсорах, он есть линейная комбинация двух топографий, двух источников. Каждый источник активен J1 и J2. И так случилось, что у вас топографии J1 и J2 ортогональны друг к другу. Тогда ничего лучше, если вы хотите выделить источник J1 из этой смеси, ничего лучше, чем спроецировать вам х на вектор J1 транспонированный, ну на вектор J1, на сам вектор J1, то есть на W равную J1. Нет. То есть вы просто берете W умножить на J1, W транспонированный на J1, получаете единичку. Это ограничение просто для простоты. Я сделал, чтобы норма у них равна единичке. А так нужно было просто нормировать данную длину J1 в квадрате. Значит, умножаете, получаете единичку, а W на J2, он мему равен, потому что у вас J1 перпендикулярен J2. И вот вы в чистом виде выделяете этот J1 из вот этой смеси. Понимаете, да? То есть вот такой вектор W такой, что он параллелен J1, что произведение равно единичке скалярное, но он автоматически ортогонален J2, потому что J1 перпендикулярен J2. Вот. А в другой ситуации, когда у вас, причем вы здесь можете рассматривать, что у вас есть, вот, например, источник J1, это источник, а J2 – это у вас шум. Ну, та голова, да? Какая-нибудь еще дополнительная. Вот. Вот в этой конфигурации уже, когда у вас J1 не ортогонально J2, да, вам, чтобы слушать, и при слове, что у вас только два источника, только два. Вот. Такого, конечно, в реальной жизни не бывает. Вот. Но вам для того, чтобы слушать источник J1 без помехи от J2, вам нужно W, который будет перпендикулярен J2. А ну, это логично. Ну, здесь угол должен быть прямой. Я не знаю, а иллюзия оптическая или он, правда, не прямой? Ну, конечно, должен быть прямой. Вот. С одной стороны должен быть прямой угол, а с другой стороны, с другой стороны, вам, чтобы обеспечить коэффициент усиления единички, чтобы амплитуду не исказить, вам этот вектор W, его нужно просто вытянуть, да, делением на косинус угла между направлением W и направлением J1, да, и тогда вы выделите, и вот у вас тогда это произведение будет, опять-таки, равно единичке. Если вектор будет перпендикулярен J2, то есть сигнал из J2 не пройдет в ваш результат фильтрации, вот, и вот у вас будет все то же самое, как и в прошлом случае, но здесь у вас уже не перпендикулярен, вектор W совершенно не совпадает с вектором J1, а направление вектора W скорее определяется вектором направления на помеху, чем вектором направления на ваш сигнал, понимаете, да? Это занятно, вот, и только амплитуда этого вектора определяется направлением на J1. Так вот, это все нужно учесть, если вы рассмотрите эту штуку в случае, ну, знаете, как в математике очень часто бывает, что они сводят задачу предыдущей, да? Вот если шум, здесь у вас шум формируется источником J2, и он такой очень небелый пространственный, да, он прям очень направленный, он с очень конкретного направления вам мешает, вот. Соответственно, ну, если бы вы представили, что у вас есть какой-то распределенный шум, вот так вот, да, ну, тоже неравномерный в пространстве, но вот он есть, да, то можно сначала уйти в пространство, где этот шум пространственно белый, где он со всех сторон, это легко сделать, это так называемая операция отбеливания, мы сегодня о ней тоже будем говорить, если времени хватит, вот, операция отбеливания пространственного, то есть мы умножаем на некую волшебную матрицу, которая есть на самом деле обратный квадратный корень, коэфферационная матрица ваших данных, и у нас вдруг все становится размазанным в пространстве, это искусственное пространство, это не настоящее, это математическое пространство, вот, но в нем, в этом пространстве мы знаем, что наше оптимальное направление – это направление на наш источник, потому что шум везде, и там покрутить голову бесполезно в этом шуме, он будет все равно везде. Так вот, отбелив, мы можем отбелить сначала наши данные, вот так, а потом этот вектор направления на источник, он у нас тоже изменился, да, и поэтому это, по сути, вот это новое направление в новом пространстве на наш источник, и поэтому правильная обработка – это g1 на r-1, 2, r-1, 2 на x от t, r-1, 2 умножаясь в другую другую, получается обратная коэфферационная матрица ваших данных, и вот g1 умножить на эту обратную коэфферационную матрицу данных и на сами данные, да, потому что, смотрите, мы же выделяем просто сигнал, да, мы ушли в это пространство волшебное, в этом пространстве мы, ну, считайте, вот это в моем примере, в этом вашем, да, ну, наверное, можно представить, что какая-нибудь, там, сделать оптическую какую-нибудь призму, да, которая вам этих парней опять размажет равномерно, но и сдвинет того парня, который, на которого вам нужно настраиваться, вот, соответственно, вы и в этом виртуальном, вот этом вот таком, не виртуальном, а таком волшебном искусственном пространстве, вы настраиваетесь на этого парня, это вот этот вектор g1t, r-1, 2, но это трансмонированный, по сути, поэтому этот вектор справа, слева умноженный на него, да, вот, вот, и применяете вы это к данным, которые тоже трансформированы, да, которые вот в этом пространстве живут, да, в новом, да, в котором все размазано в пространстве равномерно, вот, вот, и получается, что наш w на самом деле, это g умножить на r-1, ну, или r-1 на g, да, вот, соответственно, чтобы нам вытащить g отсюда, а g несет физический смысл, да, g – это тот вектор, который определяется в уравнении Максвелла, да, тот, который связан с геометрией источника и не с геометрией помехи, да, вот, для этого вам нужно ваши данные, ваш вектор весов, на которые настроилась ваша сеточка, ее нужно умножить на коррекционную, на прямую уже, да, потому что g – это, v – это r-1 на g, соответственно, g – это r умножить на w, так, вот, сейчас я вам еще пример покажу, вот, это на самом деле было показано Стефаном Хауперс, на самом деле с очень серьезной ошибкой, это не помешало Стефану получить best paper award в 2014 году, давно было, вот, но вообще говоря, вся эта теория, она доступна в книжке Кея Estimation Theory, вот, не знаю, что здесь волшебного, но Neuroimaging Community так не делала, и сейчас я вам покажу, как оно делало, я все-таки, знаете, шоу запущу, потому что иначе маленькие картинки, вот, смотрите, представьте себе, тут такой очень классный у него пример, на самом деле, значит, пример заключается вот в чем, представьте себе, у вас есть некая сигнал, который вы наблюдаете, и этот сигнал просто приходит от некого одного источника, и здесь шум дополнительный, так, вот, g – это топография этого источника, вот, ваша цель – определить эту g, решив там какую-то задачу, например, это может быть задача там выделения какого-то частотного ритма, выделения сенсомоторного ритма, например, да, вы строите некий пространственный фильтр, вообще, говорю, по большому счету, не важно, как вы его строите, важно, что там есть некий коэффициент качества, и этот коэффициент качества, по сути, эквивалентен, там, минимизации квадратичной ошибки между целевым сигналом и тем, что вы вытаскиваете, да, вот, и ваш целевой фильтр оказывается вот таким, вот, смотрите, это коэффициенты фильтра, это, по сути, цветом закодированные коэффициенты, которые прикладываются к каждому из сенсоров, и вот точечки здесь не видно, ну, здесь вот точечки, это сенсоры, сенсоры, наши EG-сенсоры, это нос, вот здесь уши, вот, а здесь ваши EG-сенсоры, то есть получается, что нам нужно взять, например, в данной ситуации сигнал с сенсора Cz, большим коэффициентом, и с минусом, и из него вычесть, ну, или к нему прибавить, в данной ситуации уже, два положительных сигнала, которые находятся слева и справа, да, от этого сенсора, и таким образом мы выделим, мы подчеркнем сигнал, по сути, вот этот вот вектор тока, да, который выходит перпендикулярно скальпу и несет в себе информацию о сенсорно-моторном ритме, да, но это фильтр, это коэффициенты фильтра, и если мы к этому коэффициентам фильтра попытаемся подогнать максимум своего уравнения и попытаться найти, откуда же источник этот приходит, то мы его найдем вообще не там, где на самом деле он должен быть, потому что, опять-таки, в этом фильтре есть информация не только о том, где этот источник, не только об источнике, но и во всем большом количестве помех, помехах, которые имеют место быть в этом вашем сигнале, вот в этом вот пространственном свойствах, пространственных свойствах нашего шума, вот, в то время как, если вы сделаете вот то, о чем я вам рассказал, умножите на ковариационную матрицу данных, то вы получите вот такие паттерны, и этот паттерн уже вполне себе является дипольным, и вы, когда локализуете, вы можете получить довольно большое качественное совпадение с дипольной моделью и точно локализовать источник сенсорно-моторного ритма. Вот до 2014 года это реально смешно, мы так не делали, но почему-то идея написать об этом не приходило, потому что, очевидно, но комьюнити многие люди делали ровно вот как описано здесь, и получали вот такие волшебные непонятные картинки, вот, и по goodness of fits моделью, ну и вообще все, вот, вот, ну так вот, но это было в случае, вот это вот простой метод, в случае, который простейшие регрессионные модели, когда у вас один источник, там, шум, ну тут может быть несколько источников, это не важно, важно, что регрессионная модель только в пространстве и так далее, вот, и вы ищете такой вектор коэффициентов, который выделит вам целевой сигнал, вот, S&T, вот, и это работает на самом деле только в случае, работает только в случае, если ваш фильтр, который у вас настроился, он является оптимальным в Виннеровском смысле, то есть он минимизирует квадратичное отклонение между целевым сигналом и его оценкой, причем здесь целевой сигнал в явном виде не знаем, мы знаем его какие-то свойства, и строим этот фильтр там, ну вот, на основе там метода Spatial Spectral Decomposition или там ICA это может быть, это не важно совершенно, важно, что так или иначе метод, метод пытается аппроксимировать Виннеровское оптимальное решение, вот. Вот еще один пример, я еще, слушайте, извините, получилось все вот про это одно, но мне кажется, это довольно важно, вот, вот смотрите, вот опять-таки такой пример, опять-таки у Стефана есть этот классный пример, вот, вот представьте себе, что у вас только два сенсора, и ваш сигнал на сенсоре, он на первом сенсоре, это есть сумма вашего целевого сигнала и шума, а на втором сенсоре целевого сигнала нет вообще, то есть топография вашего источника, это 1-0, понимаете, да, вот такая 1-0, но на втором сигнале зато есть минус шум, ровно тот же шум, но с отрицательным знаком, здесь шум, видите, он пространство не белый, он вообще одинаковый, видите, что здесь, что здесь, просто с разным знаком, вот, то есть эти зависимые шумы в первом канале и во втором, да, они абсолютно коррелированы, вот, но, и да, и ваша задача, и ваша задача заключается в том, чтобы вытащить сигнал S от T отсюда, ну, тут далеко, далеко ходить не нужно, вы, естественно, сразу поймете, что если вы X1 сложите с X2, то вы получите ровно S от T, потому что шумы взаимоуничтожатся, да, но они одинаковые, вот, ну, и вот модель, если записать это в модельном виде, да, вот в том, что вы привыкли уже вот это G на вот этот шум, да, на свойства шума, на топографию шума, вот, и смотрите, что получается, получается, что топография источника у нас 1,0, а оптимальная обработка вектора весов у нас 1,1, потому что нам нужно сложить вот эти два вектора, да, то есть век 1 умножить на X1 плюс 1 умножить на X2, это, то есть вот этот наш фильтр W и фильтр G, они вообще не равны друг другу, а вот если их умножить на коррекционную матрицу вот этих данных, то они станут правы, то вы вытащите этот 1,0, вот, но я здесь не показываю это, но это так, вот, то есть учет коррекционной структуры позволяет вам получить, получить доступ к паттерну, то есть вы решаете задачу, там, декодинга, оптимальные оценки какого-то сигнала, там, выделение с какими-то свойствами, там, и так далее, и так далее, предполагаете, что это Winner Optimal Solutions, Хауфа говорит, что для всех фильтров работает неправильно, это не работает для всех фильтров, вот, но для Winner Optimal Solutions это работает, вот, тут есть вывод, я про него не буду, ну, он есть в лекциях будет, если кто хочет, это в соответствии с принципом ортогональности, это выводится, вот, там, четыре строчки, это, собственно, то, что написано в этой книжке, ну, правда, под определенным углом, но несложно преломить, вот, это пример, который можешь на Матлабе сделать элементарно, на Бетоне, вот, и теперь, вот, смотрите, теперь наша задача заключается, вот, зная все вот это, да, что у нас эти веса, они хитрые парни, да, то есть, как бы, они и временные веса, и частотные веса, они не только настраиваются на целевые источники, но и отстраиваются на целевые, нам нужно, решив задачу классификации, ну, и для декодирования, нам нужно проинтерпретировать веса вот этой нашей нейронной сети, вот, и мы должны понимать, что, смотрите, ну, смотрите, как просто, то есть, тут мы поняли, да, с правильными, что вот здесь, чтобы получить доступ к топографиям, нам нужно, по сути, умножить наш вектор коэффициентов на коварляционную матрицу, да, вот я вам здесь это там неформально доказываю, вот так вот, на коварляционную матрицу ваших данных, да, но в нашей архитектуре у нас в каждой веточке есть свои пространственные веса и свои частотные веса, да, до нелинейности, после нелинейности не канает, она все развязывает, вот, это довольно сложный аргумент, и он не всегда работает, но в общем можно считать, что он работает, вот, значит, до нелинейности у нас есть только Пространственный фильтр и частотная узкополосная фильтрация. И понимаете, какая штука? Когда в этой веточке пространственный фильтр адаптируется, то есть отворачивается от помехи, он это делает в контексте того, что ему пропустило этот частотный фильтр. Потому что этот частотный фильтр, на самом деле, пространственные времена и фильтрация, они линейные. И можно фактически аппроксимировать операцию этой веточки. Просто это поставить на канал. И приходит уже сигнал, отфильтрованный частотно. И пространственный фильтр будет настраиваться и отворачиваться. Это не только те, которые пропустил частотный фильтр. Правда, то же самое будет происходить с частотным фильтром. Он будет настраиваться только в контексте тех источников и шумовых источников, которые пропустил пространственный фильтр. Понимаете? И вот эта их совместная настройка, ее нужно учитывать. И мы провели определенное исследование. Показали, что... Вот смотрите, как, например, себя интересно ведет частотный фильтр. Смотрите, значит, вот мы генерировали, мы моделировали там что-то, да, моделировали источник сигнала. У него был определенный спектр. Вот у определенного спектра это вот рыжим показывал сигнал. Но это искусственно все моделировано. Вот. Значит. Но при этом, вот здесь не нарисовано, но вот здесь жила помеха. Вот в этих частотах в диапазоне от 50 до 100 Гц жила помеха. Моя задача была оценить сигнал, сигнал целевой, мой сигнал при помощи фильтра Виннера. Вот. Вот я построил фильтр Виннера и посмотрел частотную характеристику весов этого временного фильтра. И увидел, что эти веса, они оказываются, в фуре преобразования, оно вот такое, черное. Оно не равно частотному профилю спектральной плоскости мощности моего источника, да, который я хочу как раз оценить. Вот. Почему? Потому что здесь стоялась помеха, и мой фильтр Виннера, когда он настраивался, вот это его коэффициенты, он учитывал сигнал помехи. То есть там, на тех частотах, на которых помехи не было, вот здесь, например, да, то и коэффициент пропускания фильтра был равен единичке, потому что это была спектральная плоскости мощности сигнала, деленная на спектральная плоскости мощности сигнала. Да, это единичка. А там, где была помеха, рецепт Виннера говорит о том, что нужно считать коэффициент фильтра вот как вот такое отношение, отношение плоскости мощности сигнала в этой точке, деленное на плоскости мощности, плюс сколько там шума. Если шума очень много, то коэффициент пропускания будет равен нулю, понимаете, да, потому что там очень много шума, и добавление вот этого шума, по сравнению с тем, сколько я там от сигнала добавлю, овчинка выделки не стоит, и там ноль, ну или почти ноль. Вот. И все это вот так вот балансируется, да. Ну и, соответственно, можно получить доступ к спектральной плотности мощности источника, если мы спектральную плотность мощности фильтра нашего, HATF, умножим на спектральную плотность мощности входных данных. Вот. Это абсолютно эквивалентно с точки зрения, там, если статистики второго порядка, если вы будете это смотреть, более детально исследовать. Вот это эквивалент абсолютно ковариационной матрицы, это эквивалент ваших фильтров, ну а это вот эта топография, по сути. То есть это, то есть временная картина и пространственная картина, они вообще на самом деле, с точки зрения математики, они абсолютно эквивалентны. Единственное, что здесь нам нужно, это делать в частотной области, потому что временная фильтрация происходит при помощи свертки, и чтобы ее превратить в те же умножения, которыми мы оперируем при пространственной фильтрации, нам нужно уйти в частотную область. Вот. Ну и частотная область просто вещь немножко по-другому называется. Вот. Все. Вот. И таким образом, вот, мы берем коэффициенты фильтра, умножаем на спектральную плотность мощности входных сигналах, но каких входных сигналов? Входных сигналов, отфильтрованных пространственно, вот для этой веточки, понимаете, да, потому что наш фильтр настраивается с учетом того, что пропустила или не пропустила пространственная фильтрация. Вот. Ну и вот, ну здесь дальше это более сложные эти аргументы, я не буду, потому что времени не так много, я не успею вам дальше рассказать. Вот. В общем, идея такая, что когда интерпретируете пространственные веса, то вам нужно брать, учитывать пространственную структуру данных, корреляционную структуру, да, данных, отфильтрованных частотно, ну, во времени отфильтрованных, да, вот этой конкретной веточкой. То есть, грубо говоря, если у вас есть вот эти talking heads, и одна из этих talking heads говорит на очень высоком тембре, вы ее можете, а остальные на низком, вы можете, например, в идеале, на самом деле, отфильтровать все, а, да, целевая у вас тоже на низком, да, то вам нужно отфильтровать вот эту высокочастотную голову, и у вас уже будет неравномерная пространственная картина, а этой головы уже не будет, и вы пространственно можете развернуться так, чтобы в то место, где уже вы ослабили существенно сигнал от этой высокотембральной головы, понимаете, да, вот. Ну и вот, поэтому, соответственно, когда вы интерпретируете пространственные веса, вам обязательно нужно учитывать временную структуру. Вернее, наоборот, временной веса, вам обязательно нужно учитывать пространственную структуру, но, нет, пространственные веса, вам нужно учитывать пространственную структуру отфильтрованных во времени данных, вот. А когда интерпретируют веса частотной обработки, ну, временной обработки, временной фильтрации, то вам нужно, соответственно, учитывать, что ваш пространственный фильтр мог так развернуться, что какого-то из парней, который там на какой-то частоте вещает, вам вообще слышно не будет, и вам не нужно туда пытаться ослабить там что-то. почему-то вдруг там ваш сигнал живет на этой частоте. Вы ее компенсировали последствием пространственной фильтрации. И вот эти два процесса, в процессе настройки сети, адаптации пространственных и частотных, и временных весов, они конкурентно работают одновременно. И при интерпретации это нужно учитывать. Повели там ряд экспериментов, показали, что этот алгоритм работает. Это все опубликовано. Это Артур Петросян, Journal of Neuroengineering, по-моему, 21 год. Напишите, если заинтересует, вот я вам пришлю результаты. Вот это все результаты Монте-Карло с эволюцией, то есть, когда мы там моделировали, показывали, что вот если интерпретировать по-простому, то вот корреляции низкие, если интерпретировать правильно, то корреляции с настоящими весами практически единички равны. То есть, очень правильно. Причем интересно, что это не очень зависит от точности декодирования. Потому что эта штука вся отбеливает всю структуру. И да, белый шум, он мешает качеству декодирования. У нас качество декодирования проседает, но отбелить вы можете только, настроившись на правильные популяции. Вот. И поэтому, собственно, даже при низких точечных декодирования у вас, у вас получается довольно высокого качества совпадения пространственных весов, не пространственных весов, а пространственных топографий и частотных топографий. Ну, правда, вот временные, конечно, уже посложнее здесь немножко, то есть корреляция немножко проседает при низком точности. Но, в общем, все равно сильно лучше, чем вот какие-то стандартные методы. Вот. И можно применить это вот к ЭКО к данным. Например, вот я вот уже показывал, что можно проанализировать эти паттерны, увидеть самототопию, то, что вот мизинчик у вас выше, чем указательный пальчик, средний где-то посередине там. Вот. И большой палец, он, по сути, занимает такую большую зону, ну, как на гамункулсе, в общем. Вот. Да. Это вот первая часть была. А я понимаю, что она сложная, потому что, потому что, учитывая то, что мне говорил Вася Попков, что та лекция, которую я вам читал, вам она показалась интересной, но сложной предыдущей. Вот. Ну, поскольку у нас все-таки лекции называются «Продвинутые методы», я вот немножко решил про это рассказать. Вот. Сейчас я вам немножко еще про другое расскажу. Здесь тоже продвинутое, здесь тоже непросто, но хотя бы, может быть, я вас как-то наведу на какие-то мысли, и если вы поймете, что вам нужно как-то повысить точность и классификации ваших алгоритмов, вы, по крайней мере, будете знать ключевые слова, которые поискать и почитать статьи, там, нужно какие-то еще дополнительные курсы посмотреть. Потому что, конечно, понятно, что про каждую из этих вещей нужно полноценный курс один. Вот. Ну вот, смотрите. Сейчас я пытаюсь рассказать вам правильные методы, как нужно бороться с ситуацией, когда, например, вы берете данные одного испытуемого, потом берете данные одного испытуемого, они вроде как в одной задаче, но они разные, да, то есть данные разные, и вам нужно как-то свести вместе. Когда мы… Сейчас, подождите секундочку. Очень жарко. Вот. Когда вы… Когда мы, например, делаем магнитно-энцефалографию, магнитно-энцефалографические исследования, мы что делаем? Мы берем голову, да, мы там пересчитываем сигналы, как будто бы голова находилась в жесткой, ну, фиксированном положении по отношению к сенсорам, вот, и дальше решаем обратную задачу и получаем вот распределение активности на коре. Потом берем другого человека, делаем то же самое, а потом берем, например, какую-то либо каноническую среднюю бошку, да, и канонический средний мозг, вот, и мозг одного человека, другого, третьего ворпим на вот этот средний мозг, и уже на этом среднем мозгу делаем статистику, да, то есть мы выравниваем по сути наши данные от разных людей, вот, потому что у всех немножко по-разному все, форма головы разные, соответственно, ну, там, я не знаю, геометрия всяких этих извилин и борозд, она тоже разная, да, то есть, ну, она не идентичная, вот, ну, и плюс даже, когда если даже одинаковая геометрия, то источники, они все равно отвечающие примерно за одно и то же, они все равно довольно имеют большой разброс, вот это очень хорошо видно там, когда решается задача локализации речевой функции пациентов, вот. И вот эта вот история, что вы могли вот эти пространственные вот эти вот вещи как-то хотите скомпенсировать и хотите, например, обучать ваш классификатор на данных с нескольких испытуемых, вот, она решается при помощи так называемого параллельного транспорта, вот, до него мы сегодня дойдем, и Никита вам показывал про него примеры математические, ну, figured я вам в логарифм коды, как это все делать, вот, но сначала мы поговорим о постановке его Lesko авиационные матрицы данных, вот, и мы поговорим оiti квалификационные матрицы данных, о том, как, о расстоянии между этими квалификационными матрицами, как можно строить, например, классификатор на основе просто сравнения этих квалификационных матриц вот это, кстати, работает очень неплохо. Вот, значит, смотрите, ну понятно, что у нас есть EG, у нас есть разные монтажи, местные монтажи, да, то есть, как можно брать из каждого сенсора, почитать, например, из левых сенсов Element Green, Левое ухо, из правых правое, но это один из монтажей. Можно вычитать CZ, можно делать усредненный вот Common Average Reference монтаж, да, можно делать такие вот банановые монтажи, то есть можно вот такие вот, да, вот, можно делать, можно делать вот такие радиальные, да, можно, ну, это как угодно. Клиницисты, как правило, этим очень легко манипулируют, и у них есть наметанный глаз на то, что вот в таком монтаже это смотрится так, в таком монтаже это смотрится так, ну, потому что они обычно не решают обратную задачу, обычно они не локализуют источники, а они вот при помощи вот перебора разных монтажей фактически понимают, откуда там приходит та или иная активность, наблюдая за тем, где у них вот эти вот топографии, которые они видят после вот такого монтажирования, где эти топографии переходят через ноль, да, то есть, вот, ну, потому что это вот такое вот, скажем так, евристическое такое вот знание, которое передается поколение в поколение, вот. Вот, ну, так или иначе, на самом деле, на самом деле, во-первых, монтаж может быть разный, а монтаж, по сути, это умножение ваших данных на некую матрицу, да, то есть, ну, действительно, если мы хотим пересчитать монтажированный x, как, например, вычитание из первого сигнала, вычитание из первого сенсора, вычитание второго сенсора, да, вот, то вот вы поставите 1-1, а все остальные нули, да, если второй сенсор этого вычитания из первого, там, например, какого-то последнего сенсора, то тоже это кодируется вот таким вот 1-1 матрицей, и, по сути, это матрица умноженная на вектор, вот. И хочется быть инвариантным, во-первых, к этим монтажам, потому что, ну, монтаж вы можете выбирать разный, во-вторых, может, хочется быть инвариантным, вообще вот это вот, то, что сеточку, голову, эго-шапку надели так, или надели эдак, или между разными людьми, очень хорошо, на самом деле, эта трансформация описывается вот как раз умножением на такую матрицу. Ну, понятно, что каждая матрица своя, в каждом случае, но вот это вот, хочется быть инвариантным к этому умножению, вот, и для этого вот давайте рассмотрим, ну, вот, как можно это делать, вот. Ну, смотрите, представьте себе, что у вас есть кусок данных, есть состояние покоя, есть там артефакты какие-то, и есть состояние моторного воображения, вот. Вот, и вы хотите, по большому счету, вот видите, в состоянии покоя, вот у вас высокий миоритм, да, здесь вот на C3, там, CZ, C4, вот, то есть такой высокий, вот. А здесь это происходит синхронизация этого ритма, потому что вы находитесь в состоянии моторного воображения, вот. Вот, и вы хотите, вот, собственно, построить классификатор, который вам отделит вот это условие от вот этого условия, вот. Ну, один из подходов, который действительно работает неплохо, это использовать пространственную структуру. То есть частотно вы фильтруете ваш сигнал, ну, понятно, каких-то диапазонных частот, которые соответствуют там самоторному ритму, вот. А потом вы считаете ковариационную матрицу. Вы просто берете вот этот сигнал и умножаете его, вот этот кусочек, на него же транспонированный, да, и получаете, ну, и можно разделить на длину вот этого вот интервала. Вот, и так можно такие штуки можно собрать из каждого сегмента, получить какую-то ковариационную матрицу или несколько ковариационных матриц. Вот, и вот эти ковариационные матрицы, которые записаны в состоянии покоя, получены из данных в состоянии покоя, из данных в состоянии воображения, они вам, по сути, будут описывать вот эти два состояния. То есть они будут вам описывать пространственную структуру того, той активности, которую вы видите в одном условии, и ту активность, которую вы видите в другом условии. И дальше вам интересно провести какую-то классификацию. Ну, по сути, конечно, по-простому можно взять, потом, вот у вас, например, сейчас вот этот пример есть, сейчас покажу. Сейчас, подождите. Вот. То есть, вот у вас есть где-то в какой-то момент, в какой-то момент у вас есть новый сегмент, и вам нужно понять, это покой или моторное воображение, или там моторное воображение левой рукой или правой рукой, да, если вы уже насобирались, вот. То можно как? Можно посчитать ковариационную матрицу на этом сегменте и потом посмотреть, эта ковариационная матрица ближе к РЭСТу или ближе к моторному воображению. Если ближе к РЭСТу, как здесь, то это покой. А если нет, то это моторное воображение. Но вопрос, как вычислять вот эту дистанцию? В принципе, можно по-тупому. Можно просто вычесть одну ковариационную матрицу из другой, и ты жив ты в квадрате, и вот тебе и фробиниус норм. Но это плохая метрика, потому что она не учитывает тот факт, что ковариационные матрицы живут на так называемом риммановом многообразии, они живут в конусе. А если в четырехмерии, например, у вас сенсор, например, два сенсора, то у вас там два на два ковариационные матрицы, четыре коэффициента, фактически в трехмерном, они симметричные, два диагональных, поэтому в трехмерном пространстве вы можете нарисовать и получите вот такой вот конус, по сути. Законно с матрицы выйти не может, по той причине, что у вас не может быть, ну, коэффициент корреляции, он всегда меньше единички, да, и поскольку у вас на диагонали стоит ковариация, на нау диагонали, а на диагонали у вас стоят квадраты, ну, дисперсии, по большому счету, стоят, вот, то понятно, что детерминат этой матрицы, он должен быть больше нуля, вот, потому что, потому что ковариация, которая равна, корреляция, вернее, ковариация, деленная на две, на две вариансы, на два дисперсии, должна быть меньше единички по модулю, вот. Поэтому вот отсюда получается вот такой вот конус, с которого вы идти не можете, и это ограничивает, если вы четырехмерным пространством рассматриваете, для всех четырех, по сути, вы оказываетесь в таком вот трехмерном, сложном многообразии вот этих вот коэффициентов, так, и расстояние между этими матрицами, оно должно учитываться, как движение, вот, скажем, если матрица синяя и матрица зеленая, движение по некому, по некому вот этому вот манифолду, по некому этому многообразию, по так называемой геодезике. Геодезик – это линия, которая соединяет две точки на многообразии, и расстояние – это минимальное. Вот, например, если говорить про земной шар, вы все знаете, да, что самолеты летают, если вы нарисуете на плоской карте, как летает самолет, то у вас будет такая дуга, а на самом деле на сфере это, кажется, кратчайшее расстояние – это, к большому счету, сегмент окружности большого радиуса, да, то есть главной окружности, которая как плоскость, то есть вы берете точку А, точку Б и точку С, вот эта плоскость, она рассечет вашу сферу, и там, где эта плоскость пересекает сферу, вот это и будет путь, к которому оптимально лететь, потому что он кратчайший путь. Вот. Соответственно, вот это вот все нужно учитывать. Как это делать в случае коррекционных матриц? На самом деле, существует довольно сложное математическое объяснение всего этого дела, которое мало кто понимает, как выяснилось. Я там периодически задаю вопросы, но мне он сразу начинает сыпать большим количеством формул, но когда задаешь сетевые вопросы, никто почему-то не отвечает. Это довольно занятно. Вот. Я думал, 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 думал и придумал такую вещь, а потом вычислил, что, оказывается, это одно из объяснений. Смотрите. Ковариционная матрица… ну, то есть нужна какая-то натуральная, естественная дистанция между этими матрицами, да, расстояние. А что такоеwriting матрица? וכариционная матрица, по сути, это матрица, которая, ну, если это гауссовый случайный процесс, да, 또 она, фактически, определяет свойства гауссового случайного процесса, случайного векторка какого-то. Соответственно, если вот… я здесь нарисовал с разными средними и, да, вот один гауссовый, двумерный гауссовый случайная величина синимым показана, а здесь красным светом показана случайная величина. И вот видно, что у них коррекционные матрицы, они разные. вот у этой нет никакой ковариации пространственной вообще, а это вот она так вытянута вдоль этого направления. И это как бы разные случайные процессы. И, соответственно, логично нам сказать, что расстояние между этими матрицами ковариационными, оно пропорционально вот этой вот разнице между этими двумя случайными процессами. А если случайные процессы, например, у нас гауссовые, то эти два случайных процесса будут одинаковыми, если у них одинаковый плод сопротивления вероятности. Если мы сейчас проигнорируем в этот момент среднее, что у нас среднее нулевое, то единственное, что определяет эти случайные процессы, плод сопротивления вероятности гаусс случайных процессов, это ковариационная матрица. И таким образом, если мы скажем, что ковариационные матрицы одинаковые, если эти случайные процессы одинаковые, которые они определяют, то вот отсюда можно попытаться вывести это расстояние. А как это сделать? Очень просто. Смотрите, представьте себе, ну вот есть, например, помните, мы с вами только в самом начале мы говорили про отбеливание, вот про это, да, то есть умножение на корень квадратный ковариационной матрицы пространственной. Представьте себе, что у вас есть случайный процесс один, случайный процесс два. Есть у этого такая ковариационная матрица, там R1, а у этого R2. Давайте возьмем ковариационную матрицу процесса R1 и из нее построим отбеливатель, то есть посчитаем корень квадратный из этой матрицы, обратный, и умножим ее на вторую ковариационную матрицу. Если это умножение приведет к тому, что результат это единичная матрица, то значит эти две матрицы одинаковые с точки зрения вот этих вот натуральных естественных свойств. А если нет, то нет, то они разные. А как, насколько они разные? Ну настолько, насколько вот эта диагональная матрица не диагональная, да, то есть как бы вот и можно, можно таким образом ввести вот такую метрику. То есть отбеливатель процесс, вот здесь не 1 и 2, а Y, X, да, отбеливатель процесс в соответствии с матрицей Y, это вот Z, Y. Дальше можно посчитать ковариационную матрицу этого отбеливательного процесса. Если она не identity, то вот насколько она не identity, есть это расстояние. А как посчитать расстояние? Ну это здесь можно посчитать логарифм там этих собственных чисел вот этой вот этой вот матрицы. Если она, еще раз, если она диагональная матрица, единичная, то значит вы ее отбелили, значит эта сумма логарифм будет равна нулю, потому что логарифм единички равен нулю, а собственно числа диагональной матрицы, они есть диагональ. Вот, но если матрица более сложная, то мы ее фактически только преобразовываем в какое-то пространство и считаем вот эти вот логарифмы, да. Вот, плюс что вам это дает? Вам это дает вариантность к умножению на какой-то любой монтаж, на матрицу монтажа, потому что понятно, что если данные Y умноженные на какой-то монтаж и данные XA умноженные на какой-то монтаж, на один и тот же монтаж имеется в виду, да, то есть как бы вот, то мы записав данные там в состоянии моторного воображения и в состоянии покоя у одного человека и у другого человека, у которых монтажи разные, но внутри, внутри человека монтажи одинаковые, да, нам фактически вот эта метрика дает инвариантность вот этому вот, вот этому монтажу, да, той матрицы, которую мы использовали для того, чтобы пересчитать данные наших сенсоров вот в какой-то там разностной схеме, вот. Вот, и на основе этого вводится вот это вот расстояние между коордиционными матрицами, которые, по сути, есть след логарифма вот этой вот матрицы. Опять-таки, если эта матрица единичная, то логарифм от единичной матрицы 0, ну, и трейс 0 равен. Это эквивалент, на самом деле, тому, что это логарифм от суммы логарифмов собственных чисел вот этой вот матрицы, вот. Ну, и вот у этой дистанции есть свойства, да, то есть то, что она зеркальная, да, то есть то, что P1, P2, P2, P1 одинаково, вот, что оказывается расстояние между двумя обратными матрицами, расстояние между исходными матрицами одинаковое, это одно и то же. Ну, и инвариантность, то есть как вы можете P1, если данные умноженные на некий монтаж W, то ковариционные матрицы — это ковариционные матрицы до монтажа, умноженные слева и справа на вот эту матрицу монтажа, вот. То понятно, что если вы поставите вот сюда, то этот W, он исчезнет, потому что здесь будет W, здесь будет W минус 1-2, здесь W минус 1-2, оно взаимо уничтожено с этой матрицей. Ну, Ну понятно, что если W, то только invertible. И идея заключается в том, что зная вот это вот свойство, зная вот такое вот расстояние, мы можем теперь попытаться решить задачу классификации. Классификации, сравнивая вот эти вот ковариационные матрицы, которые записаны в нескольких условиях. Значит, два условия, предположим, REST и моторное воображение. У нас есть примеры матриц ковариационных записанных в состоянии покоя, REST и состоянии моторного воображения. Давайте посчитаем среднее, среднюю матрицу для состояния покоя и среднюю матрицу для состояния моторного воображения. И потом будем считать расстояние от текущего примера, который нужно классифицировать, до среднего в одном условии и до среднего в другом условии. И то расстояние, которое меньше, то и к тому классу мы и будем относить наши данные, на наш кусочек, на который мы классифицировать должны. Вот. Вопрос, как посчитать среднее вот этих матриц, да, то есть ковариационных. Потому что понятно, что их просто так складывать их нельзя, потому что они, ну, они вот-вот средние между этими точками, если вы вот на этой геодезике, да, вот смотрите, опять-таки вернёмся на Землю, да, вот, если в этой точке и в этой точке вы находите, средняя точка, просто средняя, она вот здесь, она под землёй, она не на геодезике, то есть она в том месте, где у вас, в нашем случае, так, в коалиционных матриц нет, вообще говоря, вот, и, ну, вот со средним здесь сложнее, там, с коалиционной матрицей, потому что, ну, как бы оно на самом деле среднее можно посчитать, но это не будет вот по-настоящему средней вот этой вот коалиционной матрицы, это может оказаться вообще совершенно удалённая точка в этом манифолде, вот, поэтому лучше это не делать, вот, поэтому можно считать вот как, есть такая штука, как тангенциальная плоскость, тангенциальная плоскость к вот этому многообразию этих матриц, то есть вот это вот синим, сине-зеленая такая, M, manifold, тот, на котором живут наши матрицы. Здесь они обозначены через букву P. И эти матрицы, да, предположим, мы находимся в точке P, и в этой точке P мы проводим тангенциальную плоскость к этому многообразию. В чем плюс этой тангенциальной плоскости? То, что если вы возьмете другие матрицы вокруг, которые живут, и спроецируете их на эту тангенциальную плоскость, то на этой тангенциальной плоскости вы можете выполнять операции сложения, там, ну, Евклидово, по большому счету, это пространство Евклидово плоское, да, вы на нее можете делать все что угодно, к чему вы привыкли. Кстати, возвращаясь к моему первому упоминанию вот этих матриц и нейронных сетей, нейронные сети, о которых идет речь, вот, которые вот работают с матрицами этими, они на самом деле выполняют операции, которые сохраняют коррекционную структуру, а потом есть прямо слой, который проецирует полученные матрицы на тангенциальное пространство вокруг какой-то каретной точки, эта точка тоже оптимизируется, вот, тангенциальное пространство, которое проходит через эту каретную точку, вот, и дальше уже происходят линейные, ну, просто уже ставят полносвязные слои, это слои уже стандартной обработкой происходят. Вот, так и здесь, то есть, вот, для того, чтобы нам посчитать среднее, нам нужно посчитать, спроецировать матрицы в это тангенциальное пространство, там посчитать среднее, найти новое среднее, провести нашу плоскость, а теперь уже относительно этого нового среднего, и повторить операцию. И вот такими итерациями мы фактически сойдемся к среднему, геометрическому среднему этих матриц. И тогда мы можем вот решить сделать уже, померив расстояние при помощи вот этой штуки, мы можем сделать классификацию на основе вот этого вот, сейчас, сейчас, на основе, сейчас, а где было правило? На основе правила минимума дистанции, да, вот, на основе правил вот этой вот минимума дистанции до средней матрицы в одном и другом условии. Вот. Здесь еще я вот хотел ввести вот эти вот экспоненциальные логарифмические карты. Не знаю, это, по-моему, довольно сложно. Я сейчас не буду об этом говорить, но вы видите, что везде, везде, видите, присутствует операция вот этого отбеливания, по сути. То есть мы берем и ту матрицу, которую мы хотим спроецировать на вот это вот тангенциальное пространство, и ее отбеливаем относительно матрицы, через которую проведена плоскость. Вот. Ну, потом считаем логарифт, по сути, выпрямляем ее, и дальше делаем из нее опять коалиционную матрицу. Вот. То есть по сути. Вот. Смотрите, я сейчас, поскольку времени не осталось, я сейчас расскажу вам немножко про параллельный транспорт, здесь, ну, который вам позволяет, по сути, данные одного испытуемого перевести в данные другого испытуемого, да, с учетом вот того, что вот эти коалиционные матрицы должны двигаться вот по вот этой вот геодезике, которая соединяет одного испытуемого, матрицу коалиционную у одного испытуемого записанную в данных, и коалиционную матрицу у другого испытуемого. Вот. Просто здесь очень есть хорошая, мне кажется, механистическая такая аналогия всего этого дела. Она, она вот какая. Сейчас, смотрите, я вам покажу. Сейчас. Сейчас. Да. Вот, смотрите. Значит, представьте себе, что у вас вот есть данные в трех условиях измеренные, три разных условия. Одно условие — это, одно условие — это квадратики, другое условие — это пятиугольнички и третье условие — треугольнички. Вот. И вот они вот так между собой как-то организованы, но они в разных точках лежат. И вам, вообще говоря, строить какой-то классификатор, вот что вы хотите отличить квадратики от треугольничков, ну, а я от пятиугольничков, здесь довольно сложно, да, потому что вам нужно отдельно для этого построить, отдельно для этого. Ну, по сути, вам нужно строить два классификатора. Но, может быть, вот с этим, может быть, можно здесь как-то вот так вот отделить, да. Хочется как-то лучше, да. Хочется новое знание, дополнительное знание получить с тем, что мы приведем вот эти точки вот к этим точкам. Ну, идея здесь очень простая. Мы сначала считаем средние этих коалиционных матриц внутри каждого условия. Потом из этих средних считаем гранд-мин для этого испытуемого. А дальше делаем параллельный перенос, двигаясь по геодезике из вот этого пространства, вот в это пространство. И фактически вот так выравниваем эти матрицы, и дальше мы уже можем строить классификатор, который, по сути, разделит нам вот эти три. И здесь, видите, примеры, они как бы дополняют друг друга. Примеры класса квадратик, примеры класса треугольник, примеры класса пятиугольник. Они вместе, они лежат в областях пространственно связанных. И это делается вот через вот этот параллельный транспорт. А параллельный транспорт делается концептуально очень просто. Вы просто берете, вот сейчас я вам покажу, вот это вот. Эта карта, просто выглядит страшно, но на самом деле это ничего сложного. Вот эти гамма, это просто некий оператор, который переводит ковариационную матрицу от пространства вокруг ковариационной матрицы P2 в ковариационную матрицу вокруг пространства P1. То есть вот у вас есть, скажем, один у одного вот такая голова, у другого другая голова. Это, соответственно, ковариационные матрицы. Если вы, например, при состоянии покоя записали их, они будут разные. У одного одна, у другой другая. Так давайте их сведем. Например, давайте первого, второго испытуемого приведем к первому. И мы вот это применяем, естественно, к примерам разным потом уже ковариационных матриц, записанных у второго испытуемого. Это делается вот как. Это делается умножением нашей данной. Это уже все, это уже нормальное умножение, обыкновенное матричное умножение. Умножение ковариационной матрицы Итой в каком-то условии, в каком-то примере этого второго испытуемого на некую матрицу Е, где матрица Е считается вот таким крокодилом. Сейчас объясню. Все очень просто, на самом деле. Смотрите, вот сейчас здесь будет интуиция, мне кажется, сработает. Смотрите, подставьте вот эту Е вот сюда. То есть, если P среднее первое, куда мы проецируем, умножить на P среднее второе, откуда? В одной второй, корень матричный. Справа то же самое, только перевернутая. То есть, умножить на P среднее второе в минус одной второй на P1 транспонировано. И смотрите, по сути, вот эта матрица в степени минус одна вторая, умноженная на ковариационную матрицу вот этого второго испытуемого и умноженная на эту же матрицу транспонированная, это фактически отбеливание этой матрицы относительно вот этой некой средней ковариационной матрицы. То есть, либо там это может быть среднее, вот посчитанное, как я вам рассказывал, либо это может быть просто там, скажем, P и эта матрица записана в каких-то условиях, а P среднее, эта матрица записана просто у этого человека в состоянии покоя. Вот просто вот. Это некая матрица, которая характеризует, ну, как вот форму головы, по сути, его. То есть распределение этой электрической активности. То есть, смотрите, мы отбелили матрицу испытуемого 2 относительно его свойств. То есть мы ее обесцветили. А потом мы умножили слева и справа на матрицу P1, на корень из P1, 1, 2. Мы фактически ее окрасили. Окрасили тем флейвором, если хотите, тем цветом, тем оттенком, который характерен для нашего первого испытуемого. Понимаете? И таким образом мы их как бы свели рядом. И вот произошло вот это слияние. И теперь мы можем выполнять это. Я не буду по этой деталям вдаваться. Есть статьи. Статейка довольно детальная. Описана. Есть и предыдущая статейка, и следующая статейка, которая довольно детально все рассказывает. Есть код. Никита вам показывал, как это делается. Тривиально, на самом деле. Там 5 строчек кода. И можно строить вот этот классификатор такой общий. Вот как на реальных данных это работает. Вот, например, взять испытуемый 3, испытуемый 8. Вот у них испытуемого одного данные вот здесь. Какого-то там, просто, признаков. А у испытуемого второго данные вот здесь. И это между испытуемыми. И внутри испытуемых здесь так. У него тут у одного там правая рука вот здесь. А у другого правая рука вот здесь. то есть как бы вот у этого там, ну понятно, там левая рука вот здесь, а у этого левая рука здесь. Хочется как-то с этим поворотся. Можно сделать какое-то преобразование, которое одно в другое переведет. Они тогда объединяются, вот уже теперь вот так, теперь они внутри этого множества, они вот так разделяют, здесь оказались третий испытуемый, здесь третий испытуемый оказался, а второй, то и мы вот здесь. Но зато, если вы посмотрите, как между собой ведут себя, как эти точки, которые принадлежат разным классам, как они себя ведут, они уже здесь формируют связанные области. Видите, не то, что вот здесь черное и здесь черное, а здесь фиолетовое и здесь фиолетовое, в трех разных разных или даже четырех разных областях. То здесь у нас получается, что фиолетовое там, по сути, всего в двух разных областях, зеленое, по сути, в одной области связанной, черное тоже в одной области связанное желтые тоже в одной области связаны. Мы можем построить классификатор, который, по сути, учитывает все вот эти вот примеры с двух испытуемых. Вот. Ну вот какой-то такой, например, классификатор можно построить. То есть это, в принципе, двуслойная нейронная сетка с этим справится, потому что нужно… Почему двуслойная? Потому что вот нужно объединить вот эти две области, вот эту область и вот эту область. То есть в первом слое у вас 1, 2, 3, 4, 5 нейронов, и во втором слое у вас там число нейронов равно числу классов, то есть как бы и все. Вот. Ну и вот они показывают, как на самом деле можно, как это повышает точность. Вот. Там еще разные алгоритмы сравниваются, там можно еще доворачивать там это все, но это уже сложно. Вот. Ну вот, слушайте, смотрите, время кончилось. Я прошу прощения, что со связью сегодня было как-то плохо, вот, но я надеюсь, что я пытался до вас донести, по крайней мере, нужные слова, которые вам нужно искать, когда вы захотите как-то продвинуть те алгоритмы, которые его разрабатывают. Я понимаю, что это сложно, это может быть непонятно. Я, по крайней мере, первую часть, которую вот про поиск топографий, да, и вот этих вот доступов, я пытался, насколько я мог, разжевать, потому что это я уже многократно рассказывал. В частности, вот я вчера придумал пример с говорящими головами. Я надеюсь, это было понятно. Ну, я искренне надеюсь, что это понятно, да. Вот. Ну, по крайней мере, концептуально. Вот. Вторая часть, она была немножко скомканной, потому что, ну, конечно же, нужно сначала рассказать детально про коавляционные матрицы, про положительно определенные матрицы, про их манифолды, поиграть с ними, там, сделать какие-то упражнения, а потом уже вот переходить. Ну, плюс еще вы, наверное, не очень комфортно себя ощущаете с этим моим термином отбеливания, да, то есть здесь курс по случайным процессам, по векторным, он был бы очень полезен, вот. Но достаточно просто прочитать про векторные случайные процессы, про то, как формировать коавляционную матрицу и как их отбеливать в случайные процессы. Ну, концепт отбеливания, он вообще, на самом деле, много где присутствует. Вот. И тогда, мне кажется, это станет понятнее. Собственно, как первая часть, так вторая. Вот. Ну, вот. И это последняя лекция в этом курсе моя. Вот. Я благодарю тех, кто вытерпел. Вот. Надеюсь, те, кто не вытерпел, это все еще посмотрят, и это будет полезно. Вот. Спасибо. Если есть вопросы, я могу на них ответить. То есть, вот. Я сейчас остановлю шеринг, но если нужно, будет я. Ага, вот есть какие-то вопросы. Отлично. Спасибо. Ну, очень интересно. Может быть, да, презентацию. Ну, я кину Василию, и Василий, конечно, поделится. Вот. Но, на самом деле, вы вот так вот говорите, что это суровая математика. Она, слушайте, она суровая, но она... Вот единственное, что я не могу до сих пор добиться от математики, почему это называется логарифмической картой, а это экспоненциальной картой. Это связано довольно сложными аргументами, там, с движением вот по этой геодезике, да, то есть, как бы то, что это вот многообразие, можно... Там есть вот эта вот геодезическая линия, которая сама по себе описана дифференциальным уравнением, и как по этому дифференциальному уравнению там двигаться по этой линии, двигаться с малыми превращениями. И вот там откуда-то вылезают вот эти экспоненты. Ну, а эти экспоненты, то, соответственно, обратно ей это логарифм, да, это проецирование на касательную к этой геодезике. Вот. Это такой... Это такая, действительно, довольно высокая математика. Но, опять-таки, все остальное, оно, в общем-то, на кончиках пальцев, в смысле, что оно, его можно почувствовать, его можно ощутить. Вот. Поэтому, если вы там возьмете на питончике или на матлабе что-нибудь помоделируете такое, то вы, ну, вот на основе того, что вам Никита показывал, я думаю, что вы достаточно быстро с этим смиритесь. Знаете, как теоретическая физика, там, понять нельзя, привыкнуть можно. Вот. Ну, так и здесь, то есть, вот. А как привыкнете, так, возможно, и уже начать чуть-чуть новое синтезировать на основе этого. Вот. Так что, так. А можно вопрос? Он такой, может, дилетантский. Ну, смотрите, когда вы сравниваете коррекционные эти матрицы через средние, и говорите, что если там с одной стороны от среднего, то мы говорим, что нет разницы. Да, если какой-то есть. А вот как мы достоверность различий здесь определяем? Ну, и какая-то вот... Да, это очень хороший вопрос. Нет, это вообще нифига не дилетантский вопрос. Это очень хороший вопрос. А, ну, просто смотрите, когда ребята строят интерфейс МОСКомпьютер, да, они не особо застоверно все заморачиваются. У них там есть обучающая выборка, есть тестовая выборка, да. Они там взяли на тестовые выборки, посчитали точности. Вот тебе точности там. Посчитали там, например, взяли разные подмножества для формирования обучающей выборки, для формирования тестовой выборки, нарисовали эти эрр бары, да. Ну, вот тебе привет, да. То есть, вот такие. Вот. Если говорить, что вы при помощи этих квалиционных матриц измеряете расстояние там и делаете статистику на этом, то, во-первых, я уверен, существуют аналитические выражения для распределения вот этих вот собственных чисел и вот этих расстояний. Я уверен, что они есть. Но если это слово, а это слово, наверное, там, наверное, такие крокодилы, реально конкретные крокодилы, вот, то никто не мешает использовать так называемые рандомизационные тесты. То есть, скажем, у вас есть два условия, да. Вы сначала создаёте, у вас есть меточки, да, то есть в первом условии у вас одни меточки, во втором условии другие методы. Ну, вот. Вы, значит, считаете ковариационные матрицы одни, ковариационные матрицы другие, считаете это расстояние, а потом говорите, окей, посчитали, вот это расстояние получилось, например, сколько-то, да, там какой-то 5, да, вот. А потом вы берете и рандомизируете, говорите, что теперь это вот метки, вы говорите, что вот это первая, это вторая, это вторая, это первая, это первая. Они вообще никак, вот эти ваши метки, они вообще не связаны с реальными метками, да, просто. И теперь вы уже вот эти вот суррогатные данные, из них формируете одну ковариационную матрицу, то есть из других формируете другую ковариационную матрицу, считаете расстояние, получили там, предположим, 2. Потом опять рандомно распределили метки, опять еще раз, да, там, скажем, если у вас там 100 примеров, то вы, может, там 100 факториал разным образом распределитесь в метке, да. Вот, значит, распределили метки, посчитали еще раз ковариационную матрицу, посчитали расстояние, там у вас получилось там полтора. И так сделали тысячу раз, увидели, что это распределение у вас там, например, там от 0,5 до 2,5. А вы, или там, может быть, там, ну, понятно, да, можно нарисовать это распределение прямо вот. и нарисовать то расстояние, которое вы наблюдаете между двумя матрицами без перемешивания меток, а с правильными разметками, да, с правильной разметкой. И если это расстояние статистически сильно далеко, то есть этот хвост, он уже там правее, он никакой вообще там пива или маленькая, то вот вам и достоверность. Да, примерно понятно. Ну, много процедур, но понятно. Ну, почитайте, есть у Роберта Остенфельда статейка в Journal of Neuroscience Methods старенькая, там, 12-го или 14-го, ну какая-то старая, вот, про рандомизационные методы в нейронауках. Прям найдете, прям Роберт Остенвельд, он читает ифельд, но пишет ифельд, вот, Journal of Neuroscience Statistics, Journal of Neuroscience Methods, не просто Neuroscience, а Journal of Neuroscience Methods, вот. Почитайте ее, она вам на многие вопросы ответит. Вообще рандомизационные тесты очень активно используются. Это не то, что я сейчас придумал, когда на ваш вопрос ответил. Вот, нет, они используются реально. Ладно, хорошо. Спасибо. Да. Есть вопросы еще? Ну все, хорошо, давайте мы тогда завяжем, да, на сегодня. Вот, спасибо, Василий, еще раз, что позвал. Вот, я надеюсь, что это было полезно, я надеюсь, что это будет полезно тем, кто это послушает еще. Вот, ну, меня найти легко, вот, на Вышкинскую почту она везде есть. Вот, пишите, если есть вопросы, если интересно, приходите к нам в Глабу, что-то попробую делать. У нас, конечно, все равно методы обработки сигналов, там, нейрообратные связи мы занимаемся, интерфейсами вот этими, вот, картированием речи, распознаванием речи, декодированием, и МЭК, и ЭГБС, нейроимиджинг, там, эпилепсия, в том числе приложение. Ну вот. Все. А, еще, вот, слушайте, я скажу тем, кто... У нас конференция будет CCCP традиционная, мы ее называем, она аббриатура СССР 2022. В этом году она посвящена всякими там нейроимиджингу, вот, есть объява, там, у Сергея Шишкина на сайте есть объява, на этом не на сайте, а в телеге, в канале, вот, в нейрокампусе есть объява, в нейро-новостях, я Лешу Паевского просил. Вот. Она такая молодежная получилась, там будут такие ноты, ну, таких молодых ребят, которые у нас учились, уехали куда-то, или там где-то еще сами самостоятельно уже работают. Вот. Будут длинные доклады, 30-минутные. Вот. И будет, интересно, наверное, будет лаптур, она и очная, и не очная, то есть можно и заочно участвовать, и очная, но тем, кто очный, будет лаптур по нашему институту конъективных наук, там действительно собрано уникальное совершенно оборудование, там и ТМС, и одни, и другие, и инфраструктурные, спектроскопии прекрасного диапазона многоканальные, и всякие там ЭЭГ разные, и система трекинга движения, там такая сложная для свободного движения, ну, много чего там. И айтрекеры разные. Вот. Я думаю, что вам будет интересно на все это дело посмотреть, поэтому приходите, записывайтесь, там есть эти объявы, там можно зарегистрироваться. Лучше, если с докладом, с каким-нибудь 5-минутным или с постером, но можно и просто так приходить. Вот. Так что она будет проходить 20-го. Нет, она будет проходить 21-го, 22-го декабря. Вот. Дедлайн 11-го аппликейшн. Вот. Ну вот. Все. Давайте. Я пошел. Дедлайн 11-го аппликейшн. Лука. Дедлайн 14-го. more M hat run.